Девушки отдыхают А поэтому многое, что с ним связано, еще долго будет скрыто под грифом «совершенно секретно». Впрочем, о главном можно уже говорить с уверенностью. Эта боевая машина будет определять облик российских военно-воздушных сил на десятилетие вперед. Наш герой – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Истребитель пятого поколения Т-50. В 70-е годы 20 века. На очередном витке гонки вооружений две сверхдержавы противопоставляют друг другу по паре фронтовых истребителей. У США это были легкий F-16 и тяжелый F-15. У Советского Союза МиГ-29 и Су-27 соответственно. Названные самолеты относятся к четвертому поколению. Их создание подвело определенную черту под историей развития реактивных истребителей. И в то же время послужило отправной точкой к проектированию машин следующего, пятого поколения. Работы по обе стороны океана начались практически одновременно. А именно в 1981 году. Причем для американцев проблема стояла даже острее. Дело в том, что советские истребители четвертого поколения появились несколько позже американских. И это отставание конструкторы сполна компенсировали перспективными техническими решениями. Поэтому и Су-27 и МиГ-29 во многом превзошли оппонентов. В 1990 году в США вышли на испытания две опытные машины. YF-22, детища фирм Lockheed, Boeing и General Dynamics. И YF-23, совместный проект Northrop и McDonnell Douglas. Это были прототипы американского истребителя пятого поколения. Из двух самолетов предстояло выбрать один. И после сравнительных испытаний к дальнейшей разработке приняли YF-22. Работы шли достаточно высокими темпами. Но 25 апреля 1992 года одна из двух опытных машин потерпела аварию. Испытания прервались на пять лет. Обновленный самолет совершил первый полет 7 сентября 1997 года. К тому моменту машину существенно переделали. Она получила обозначение F-22 Raptor. Всесторонние летные испытания продолжались до 2002 года. После чего F-22 приняли на вооружение военно-воздушных сил США. Именно Raptor является основным конкурентом российского истребителя. В 90-е годы в США начали разработку еще одного истребителя пятого поколения. По сравнению с F-22 новая машина должна была быть меньше и дешевле. Но в то же время обладать расширенными возможностями. В качестве заказчика выступали как сами Соединенные Штаты, так и ближайшие их союзники. Претендентов опять было двое. Фирма Boeing представила Х-32, а Lockheed Martin – Х-35. Обращает на себя внимание несколько необычная форма машины от Boeing. Впрочем, летные данные не позволили ей выиграть конкурс, и выбор пал на разработку компании Lockheed Martin. В дальнейшем ее самолет получил обозначение F-35 Lightning II. Мы еще вернемся к американским истребителям пятого поколения, а пока посмотрим, как развивались события в Советском Союзе. Сразу отметим, что в нашей стране работы затянулись. Причины известны. Политический кризис, развал Союза, сокращение финансирования. Советские, а точнее уже российские, прототипы истребителя пятого поколения вышли на летные испытания лишь в конце 90-х. Изначально головным разработчиком перспективного истребителя определили ОКБ имени Микояна. Опытный экспериментальный самолет построили в 94-м году. Ему присвоили шифр 1-44. Для машины выбрали треугольное крыло и так называемую схему утка. При такой компоновке горизонтальное оперение расположено не позади крыла, а перед ним. Подобный подход позволяет рассчитывать на получение более высоких несущих свойств и более высокого аэродинамического качества. Например, эту схему использовали при постройке европейских истребителей четвертого поколения Гриппен и Тайфун. Схему утка в ОКБ Микояна опробовали еще в 44-м году на экспериментальной машине МиГ-8. Спустя полвека ее реализовали и на самолете 1-44. В декабре 94-го летчик-испытатель Роман Тоскаев выполнил на истребителе первые скоростные пробежки. Следом за этим этапом должны были последовать короткие подлеты, а потом и первый полет машины. Но из-за проблем с финансированием работы остановились. В конце 90-х в программу попробовали вдохнуть новую жизнь. В январе 99-го состоялась официальная презентация, а 29 февраля 2000-го года истребитель поднялся в воздух. Пилотировал машину летчик-испытатель Владимир Горбунов. К тому моменту опытный МиГ был уже не единственным прототипом истребителя пятого поколения в России. 25 сентября 97-го года состоялся первый полет самолета С-37. Его спроектировали в ОКБ Сухого. В небо самолет поднял летчик-испытатель Игорь Вотинцев. В последующем машина получила имя собственное «Беркут» и обозначение Су-47. Разработка «Беркута» началась также в 80-е годы. Причем ОКБ Сухого ориентировала свой проект в первую очередь на корабельное использование. Для самолета выбрали схему с обратной стреловидностью крыла. Теоретически это сулит определенные преимущества. Эксперименты в этом направлении начались еще в 40-е годы 20-го века. Первыми были немцы. Перед нами опытный реактивный бомбардировщик «Юнкерс-287». А это уже советский экспериментальный планер «ЛЛ-3». Главным конструктором которого был Павел Цибин. Первые испытания подобных машин выявили и первые проблемы. В частности, на больших скоростях под воздействием набегающего потока крыло начинало закручивать, что могло привести к его разрушению. Требовалось повысить прочность, но это вело к утяжелению конструкции. Вновь к теме крыла с обратной стреловидностью вернулись в 80-е годы. Главная причина – появление композиционных материалов, легких и в то же время достаточно прочных. Так в США в течение 7 лет проходил испытание экспериментальный самолет «Х-29», который имел композитное крыло обратной стреловидности. А в нашей стране с таким крылом построили как раз Су-47. Впрочем, как показало время, решить все проблемы, присущие данной компоновке, не удалось ни в США, ни в России. И Су-47 постепенно перешел из разряда опытного истребителя пятого поколения в разряд экспериментального. Не стал российским истребителем пятого поколения и «Микояновская машина». Летные испытания самолета 1-44 закончились, едва начавшись. Выполнили всего два полета. Машина перестала отвечать возросшим требованиям. Сказался вынужденный простой в середине 90-х. В результате в 2001 году решили сосредоточить усилия на создании принципиально иного авиационного комплекса. Напомним, что к началу 2000-х годов на вооружении ВВС России стояли два типа фронтовых истребителей. Тяжелый Су-27 и легкий МиГ-29. В идеале также требовалась подобная пара. Но экономические реалии вынудили разрабатывать одну машину. Она получила рабочее название «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации», сокращенно ПАК-ФА. К тендеру привлекли компании МиГ и Сухой. Основными требованиями стали сверхманевренность, крейсерский полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажного режима работы двигателя, малая радиолокационная заметность, повышенная эффективность поражения как воздушных, так и наземных целей. В апреле 2002 года головным разработчикам выбрали конструкторское бюро Сухого. Проект получил обозначение Т-50. Более привычное имя СУ будет присвоено машине, когда она поступит на вооружение. Это обычная практика. Например, Су-27 до определенного момента также имел индекс Т, а именно Т-10. Главным конструктором по теме ПАК-ФА назначили Александра Давиденко, ведущим летчиком-испытателем Сергея Богдана. После времен перестройки и некого забвения в авиации, которое наступило в тот период, после очень длительного перерыва, это, по-моему, больше 30 лет, со времен создания самолета Су-27, впервые на фирме появился такой заказ и такой проект. Он был реализован в максимально сжатые сроки. Эскизный проект машины был представлен в 2004 году. Через пару лет подготовили и всю необходимую техническую документацию. В 2007-м на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре приступили к сборке опытных экземпляров Т-50. Ну, пожалуй, самой большой сложностью, кроме реализации самой технической идеи, была реализация бесчертежной технологии. Начиная с самых первых образцов, самолеты строились именно по той документации, которая выпускалась в электронном виде. Вся история создания, все версии, которые были рассмотрены на этапе аванпроекта, эскизного проекта, технического проекта, рабочего проекта, и на сегодняшний день вопросы, связанные с испытаниями, они все прослеживаются и находятся в электронном макете. Мы задались такой амбициозной целью, что сделать не просто самолет, не просто самолет пятого поколения, а сделать его по новой технологии проектированной. Были закуплены очень большое количество обоочистительной техники. Проведена обучение и подготовка кадров. Но вообще я должен сказать, что это еще не все, потому что нужно научиться думать как бы совершенно по-другому. Это другая как бы среда, в которой создавался этот самолет. Сначала изготовили планер-истребитель для статических испытаний на прочность. Параллельно с этим проверялись отдельные узлы и агрегаты машины. Осенью 2009-го построили так называемый комплексный наземный стенд. Фактически это был полноценный самолет, правда, не предназначенный для полетов. В его задачи входила наземная отработка основных бортовых систем. Именно на этой машине в декабре 2009-го были выполнены первые руления и пробежки по аэродрому. В январе 2010-го из сборочного цеха выкатили и первый летный экземпляр истребителя. Сначала машину также опробовали на земле. Рулежки, скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе необходимо было убедиться в штатной работе различных систем. Исторический момент настал 29 января 2010-го года. В этот день Сергей Богдан впервые поднял машину в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Полет продолжался 47 минут. Ну, это рождение. Это рождение. Это всегда очень волнительно, это трепетно. Вообще, я вспоминаю этот день, я как бы отмечаю два момента, особо мне запомнившихся из моих впечатлений. Первое, это, конечно, очень сильное волнение. Особенно, когда самолет оторвался от земли и удаляется. И ты понимаешь, что ты уже ничем не поможешь летчику. И все теперь зависит только от него и от того, как мы подготовили технику. Ну, и когда все это заканчивается, это огромное облегчение. Я даже не помню, ощущала ли я радость. По-моему, это вот сразу перешло в такую усталость. Ну, наверное, это и есть то самое приятное состояние, в котором человек пребывает, когда сделал большую работу. Ну, действительно, это счастье для летчик-испытателя, если довелось поднять новый самолет. Это, да, доверие, доверие, которое оказано, которое коллектив возложил там, руководство. Все очень хорошо. Все сложилось в соответствии с тем, как предполагали, рассчитывали. Никаких водных абсолютно не было. Все по плану. Это важный этап в реализации программы. И, конечно, это большой успех фирмы Сухова и большого количества посетчиков, которые вести с нами работу на этом направлении. Я думаю, что это новый этап развития военного строения в нашей стране. И я считаю, что это очень хороший начало, большая работа, которую нам вообще предстоит сделать. Я очень доволен. Первый полет – важная веха в истории любого самолета. С одной стороны, это итог большой и напряженной работы. С другой – точка отсчета летной биографии машины. И прежде чем она по-настоящему встанет на крыло, необходимо провести не одну сотню испытательных полетов. Методика испытаний авиационной техники предполагает последовательную отработку различных систем самолета. Постепенно к полетам привлекают все новые и новые машины. Испытания любого самолета проводятся действительно такими этапами. То есть создается первый образец, второй образец самолета, которые еще не в полностью соответствуют лицу самолета с заданным техническим заданием и техническими требованиями. И вначале, на первом этапе, в общем-то, проводятся испытания, связанные с аэродинамикой самолета, испытания на прочность, испытания на устойчивость, управляемость. В ходе испытаний выявляется, что нужно подработать, скорректировать какие-то законы. И самолет имеет в процессе, допустим, двух-трех лет, он имеет десятки, десятки версий системы управления. Но то же самое касается и прочностных режимов. Соответственно, и летно-технических характеристик. То есть аэродинамика, силовая установка, прочность, и дальше уже идет наращивание испытаний по комплексам бортового обороны. Первый публичный показ истребителя состоялся в августе 2011 года. Местом мировой премьеры был выбран Международный авиакосмический салон «Макс». Зрителям представили проход парой и короткий сольный пилотаж. Помимо этого, Та-50 исполнял роль ведущего в строю с фронтовым бомбардировщиком Су-34 и многофункциональным истребителем Су-35. Исходя из этого, можно примерно определить габаритные размеры машины, поскольку точные данные появятся лишь по прошествии времени. Итак, по оценкам, длина самолета 20 метров, размах крыла 14 метров. Конечно, статус секретного самолета сказался. На статической стоянке он не представлялся, а к полетам его готовили в стороне от посторонних глаз. При буксировке машины закрывали специальными чехлами. Теперь познакомимся поближе с истребителями пятого поколения и в частности 150. Для начала надо понимать, что современный боевой самолет это целый авиационный комплекс. Он включает в себя планер, систему управления, силовую установку, вооружение и многие другие системы и подсистемы. Собственно, определенные качественные скачки в развитии отдельных направлений и предопределяли переход от одного поколения истребителей к другому. Первые реактивные истребители по аэродинамике мало отличались от поршневых машин. Яркий тому пример Як-15. Сделали его так. Взяли поршневой Як-3, сняли с него мотор и установили турбореактивный двигатель. Скорость возросла почти на четверть и достигла 800 км в час. Для дальнейшего роста скорости потребовались новые решения. Профиль крыла стали делать тоньше, а само крыло приобрело стреловидность. По мере увеличения стреловидности скорость машин росла, но постепенно это привело к тому, что ухудшились маневренность и взлетно-посадочные характеристики. На истребителе третьего поколения МиГ-23 эту проблему частично решили. Машина имела крыло с изменяемой стреловидностью, что адаптировало ее к разным режимам полета, но сама конструкция получилась тяжелой и сложной. На качественно ином уровне задачу решили на истребителях четвертого поколения. Многие из этих решений использованы и на пятом. Крыло с корневым наплывом и фюзеляж теперь образует единый несущий корпус. Подобное решение позволило существенно продвинуться в вопросе повышения маневренных характеристик истребителей. С четвертым поколением связано еще одно новшество. На истребителях стали использовать электродистанционную систему управления, сокращенно СДУ. Условно говоря, летчик воздействует на органы управления не напрямую, а через бортовой вычислитель. Система анализирует параметры полета и вырабатывает соответствующие импульсы на отклонение органов управления. То есть на одно и то же движение ручки органы управления реагируют по-разному в зависимости от скорости и высоты полета. Крыло Т-50 оборудовали отклоняемыми носками, элеронами и флоперонами. Помимо этого поворотными выполнены передние части корневых наплывов. Это превращает их в дополнительный орган управления. Это собственно продолжение отклоняемого носка крыла. У крыла носок отклоняется, чтобы улучшать его обтекание. И фактически это продолжается на поворотную часть наплыва. Если его правильно отклонять по различным режимам полета, он позволяет обеспечить малое сопротивление. Ну и в то же время, если вспомнить те машины, которые имели передние, горизонтальные оперения, СУ-30, МКИ, например, то он не имеет некоторых недостатков этого переднего горизонтального оперения. Вертикальное оперение машины двухкелевое, цельноповоротное. Горизонтальное оперение представляет собой цельноповоротный стабилизатор. Количество органов, оно, в общем-то, не сильно изменилось. И завязывать в комплекс мы, в общем-то, уже достаточно давно научились, чтобы обеспечить управляемость на больших углах атаки, чтобы исключить, так сказать, вообще штопор, как явление. И на этой машине, на Т-50, за счет того, что теперь вычислительная техника позволяет реализовывать более сложные законы управления, значит, мы как бы еще дальше, так сказать, свои возможности здесь продвигаем. В зависимости от режима полета очень интересные сочетания отклонения рулей появляются. То есть, если самолет пытается создать какое-то скольжение непроизвольно, то рули в такой сложной, в сложном взаимодействии отклоняются и отклонение этих органов управления приводит к тому, что самолет оптимально выдерживает такую определенную заданную траекторию, допустим, на больших углах атаки. Рассмотрим еще некоторые особенности конструкции Т-50. Фонарь кабины имеет большую площадь остекления, что обеспечивает летчику хороший обзор. Носовая опора шасси имеет два колеса. Их диаметр около 60 сантиметров. Опора оборудована грязезащитным щитком. Он предохраняет воздухозаборники двигателей от попадания посторонних предметов. Колеса основного шасси имеют диаметр чуть больше метра. Они снабжены дисковыми тормозами. Все опоры шасси убираются вперед по полету. Для уменьшения дистанции пробега используется тормозной двухкупольный парашют. На истребителе установлена система дозаправки топливом в полете. Методика проведения подобных испытаний предполагает сначала так называемая сухое контактирование. То есть стыковка с заправочным конусом танкера выполняется без перекачки топлива. У нас были вопросы определенные перед началом испытаний потому что изменилось в силу конструктивных особенностей самолета изменилось положение штанги относительно привычного положения. То есть штанга стала ниже значительно располагаться. И отсюда был вопрос насколько это будет безопасно потому что получается что траектория движения конуса она в общем-то так относительно приблизилась к фонарю и в случае промаха насколько вот это будет обеспечена безопасность но в целом так получилось что траектория движения конуса стала более удобна и безопасность не пострадала. важной особенностью современных истребителей является широкое применение в их конструкции композиционных материалов на основе углепластика это очень хорошо видно на неокрашенном Т-50 детали из углепластика имеют серый цвет на сегодняшний день композиционные материалы они имеют преимущество перед многими другими материалами в первую очередь металлическими по показателю такому удельной прочность то есть это прочность отнесенная к удельному весу применение вот этого свойства позволяет на одинаковых деталях или равнопрочных деталях получать выигрыш по весу выигрыш в весе идет на показатели самолета то есть он больше может взять топливо дальше лететь или на борт можно поставить какое-то специальное оборудование выполнять дополнительные функции какие-то второй я бы сказал тоже важнейший аспект это возможность использования этих материалов для создания элементов конструкции очень сложной формы это обход каких-то больших конструкций типа двигателя по одной из технологий изготовления композиционных материалов листы толщиной меньше скажем миллиметра значимо меньше миллиметра поэтому они легко укладываются в различные сложные поверхности после этого эту оснастку передвигают в автовклавы то есть это некие печи где при определенной температуре давление полимеризуется впервые в советском союзе композиты использовали в конструкции истребителей четвертого поколения МиГ-29 поначалу доля углепластиковых деталей не превышала 10% на истребителях пятого поколения их четверть причем большая часть приходится на внешнюю поверхность это делает самолет менее заметным для радаров малая радиолокационная заметность это еще одно требование к современным боевым самолетам радиолокационная заметность самолета характеризуется величиной эффективной площади рассеяния сокращенно ЭПР измеряется она в квадратных метрах например для истребителей четвертого поколения типа Су-27 и Ф-15 величина ЭПР составляет порядка 12 квадратных метров следует понимать что это не площадь поверхности самолета а некая усредненная величина на ЭПР влияют как абсолютные размеры машины так и ее формы сильнее всего отражают плоские вертикальные поверхности такие как кили и боковые стенки фюзеляжа также на радиолокационную заметность влияют места сочленения частей самолета вращающиеся компрессоры двигателей и выступающие элементы конструкции для для снижения радиолокационной заметности существует целый комплекс мер многие линии истребителей пятого поколения выполнены параллельно друг другу например громкие крыла стабилизатора и наплыв плоскости килий параллельны боковым стенкам воздухозаборников таким образом минимизируется количество направлений отраженного сигнала большую заметность самолета в радиолокационном спектре дает внешняя подвеска оружия поэтому на истребителях пятого поколения основной комплект вооружения размещается во внутренних отсеках закрытых створками каналы воздухозаборников изогнуты таким образом чтобы луч радиолокатора не мог отразиться от компрессоров двигателей снижению заметности способствует и применение радиопоглощающих покрытий планера вышеперечисленные меры относятся к так называемой технологии стелс широко известна она стала в 80-е годы с появлением американского ударного самолета F-117 что касается американского истребителя пятого поколения F-22 то его эффективная площадь рассеяния находится на уровне 0,4 квадратных метра то есть в 30 раз меньше чем у истребителей типа Су-27 и F-15 теперь обратим внимание на силовую установку машин важной характеристикой истребителей является тяговооруженность чем она выше тем быстрее самолет разгоняется тем лучше его маневренность у истребителей четвертого поколения этот показатель превысил единицу то есть тяга двигателей стала больше нормальной взлетной массы самолета начиная с четвертого поколения на машину устанавливаются двухконтурные турбореактивные двигатели обычный турбореактивный двигатель работает следующим образом внутрь нагнетается атмосферный воздух нужный для сжигания топлива через сопло с еще большей скоростью вытекают раскаленные газы образуя тягу эти же газы вращают турбину а тем самым и компрессор благодаря чему воздух поступает в камеру сгорания под большим давлением в двухконтурном двигателе часть нагнетаемого воздуха минуя камеру сгорания выбрасывается наружу таким образом для образования тяги тратится меньше топлива то есть двухконтурный двигатель характеризуется высокой экономичностью впрочем это справедливо лишь для бесфорсажного режима если летчик включает форсаж то вне зависимости от типа двигателя расход топлива возрастает почти в три раза при этом тяга увеличивается только на 70% но форсаж необходим например его используют на взлете для уменьшения дистанции разбега при включенном форсаже можно энергичнее выполнить маневр описанные режимы являются кратковременными и не так критичны с точки зрения расхода топлива другое дело если на форсаже придется лететь долго все современные истребители являются сверхзвуковыми так вот вплоть до пятого поколения для преодоления звукового барьера и полета на сверхзвуке необходимо было использовать форсажный режим соответственно возрастал расход топлива и уменьшалась дальность полета одним из главных требований предъявляемых к истребителю пятого поколения является возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости без использования форсажа причем помимо экономичности есть еще одно преимущество снижается тепловая заметность самолета на Т-50 установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя характеристики силовой установки обеспечат машине безфорсажный крейсерский полет на сверхзвуковой скорости при использовании форсажа максимальная скорость превысит две тысячи километров в час отметим что на испытания Т-50 вышел с двигателем так называемого первого этапа двигатель второго этапа по многим характеристикам будет существенным шагом вперед головным разработчиком силовой установки для ПАКФА является научно-производственное объединение Сатурн современный двигатель это тысячи деталей сотни разного рода материалов и самое главное что надо понимать что это все работает с огромной частотой вращения на огромных температурах ни одна конструкция вообще в принципе в понимании человечества не работает когда мы даже я сравниваю с двигателями для ракет которые людей в космос поднимают конечно это интересно но это по сравнению с двигателем авиационным это предельно просто чем отличается двигатель нового поколения от двигателя предыдущего поколения безусловно двигатель отличается основными характеристиками такими как удельная тяга удельный вес удельный расход топлива ну безусловно и некоторыми другими о которых мы говорить можем но с определенным но это такими как требования по малой заметности конструкция должна быть проверена с одной стороны с другой стороны без новых инновационных решений невозможно конкурировать в 2020 2030 двигатель как правило делается во-первых долго а во-вторых надолго и такой двигатель мы хотим делать и делаем то есть он будет практически лет на 50 по совершенству процентов на 20 наверное возможности по тяге по температурам давать мы получили сверх высокие характеристики ну если сравнивать с характеристиками узлов газотрубинного двигателя четвертого поколения это превышение КПД более чем на 4 где-то даже на ряд режимов на 8 процентов фактически это революция летчик безусловно почувствует мощь и отличие это двигатель по тяге он безусловно почувствует что с этим двигателем самолет будет более послушный и быстрее выполнять любые требования и пожелания летчика фактически двигатель второй этап ПАКФА должен дать новую жизнь самолету Т-50 еще одним признаком двигателей для современных истребителей является управление вектором тяги с помощью поворотных сопел меняется направление реактивных струй в России такие силовые установки впервые появились на машинах поколения 4 плюс управление вектором тяги обеспечивает значительное улучшение маневренных характеристик и хорошую управляемость на малых скоростях что повышает безопасность полета теперь посмотрим как обстоят дела с силовой установкой у американского F-22 в целом идеология та же это два двухконтурных турбореактивных двигателя тяга каждого на форсаже 15,8 тонны есть различия на двигателях рептора применены плоские сопла соответственно управлять вектором тяги можно только в вертикальной плоскости преимущество такого сопла в другом истекающая из него плоская струя быстрее отдает тепло в окружающее пространство что снижает инфракрасную заметность самолета испытания плоского сопла проводились и в нашей стране были получены хорошие практические результаты поэтому не исключено что впоследствии плоские сопла будут установлены и на российский истребитель пятого поколения теперь рассмотрим силовую установку другого американского истребителя F-35 двигатель у него один сопло круглое тяга составляет 19,5 тонн при этом нормальная взлетная масса истребителя 20 тонн заметим что тяга вооруженность таким образом получается меньше единицы да и крейсерский полет он будет совершать на дозвуковой скорости то есть формально F-35 не по всем параметрам отвечает истребителю пятого поколения в то же время по сравнению с Рептором это более универсальная машина достаточно сказать что самолет разработан в трех вариантах вариант А истребитель сухопутного базирования для ВВС США и еще девяти стран мира вариант Б для корпуса морской пехоты США и вооруженных сил Великобритании вариант С палубная машина для американских авианосцев с точки зрения силовой установки наиболее интересен вариант Б это самолет короткого взлета и вертикальной посадки для этого сопло двигателя выполнено поворотным а за кабиной установлен вентилятор который создает вертикальную тягу в действии он приводится валом от двигателя и так мы познакомились с конструкцией и силовой установкой истребителей пятого поколения впереди нас ждет рассказ о бортовом оборудовании вооружении и о том что значит быть летчиком современного истребителя истребителя